Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня собралась приготовить говяжьи хвосты. И если это кому-то интересно, можете присоединиться ко мне. Будем готовить их вместе. Блюдо это достаточно простое в приготовлении. Оно готовится точно так же, как любое другое мясо, которое тушится, или тот же холодец. Почему я решила приготовить его, скажем так, на видео, для вас, раз оно такое простое? Многие видят в магазинах, что продаются хвосты, но не знают, как их приготовить. Может быть, примерно догадываются, но боятся, что не получится. Или, может быть, они что-то не так делают. Поэтому, девочки, мальчики, не бойтесь готовить это блюдо. Мясо хвоста очень вкусное, мягкое получается, сочное. Вот я не хочу сравнивать, как с тушенкой, да, но получается очень-очень мягкое и нежное. А вот эти косточки, когда их долго варишь, как у холодца, они дают бульону такой вот немножко густоты, вот этой вот дрожалочки, холодца. Кстати, если вы оставите его просто на ночь в холодильнике, то утром можете кушать его, как холодец. А так, в горячем виде бульон получается очень насыщенный, такой густой и вкусный. Давайте не будем долго разговаривать, а будем приступать к приготовлению. Что нам нужно? Может быть, кто-то первый раз видит, что такое хвосты. Он у меня уже разделен по суставчикам, вот в таком виде. Какие-то кусочки больше вот получаются. Вот такие, да? Где-то есть поменьше. Это не важно. Берем хвосты, лаврушку, перец. Лук я буду добавлять целиком. Я не люблю порезанный, но если кто-то любит, можете просто нарезать и тушить. И морковка. И да, у меня еще стоит паприка подкопченая. Я хочу для себя просто добавить, в самом конце попробовать. Ну, а так все остальные такие же специи, как при тушении, просто мясо. Какие вам нравятся, те и добавляйте. Начинаем. Прямо вот так целиком, не надо ничего. Добавила воды. Примерно, ну, так же, как при тушении мяса. Чуть больше. Как ставим на огонь, как только закипит, все те же самые проделаем процедуры, как с мясом. Как только закипит, снимаем накипь, убавляем огонь и часа два тушим. По ходу тушения добавляем все специи, которые вам нравятся. Ну вот и все. Хвосты готовы. Смотрите, мясо какое получилось мягкое. Отламывается. Вилочкой все как хорошо. Очень-очень мягкое. Видите? Оно простояло у меня, протушилось три часа. Я еще добавила по своему вкусу специи. Вы можете на свой вкус свои специи добавить, какие вам нравятся. Ну и все. Я на этом буду с вами прощаться. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем пока-пока. До скорой встречи.